Всех вот этот момент, что без денег именно, вот без языка как-то не так напрягало людей, а вот без денег как-то вот всех это так вот, как без денег. Так вот, когда они узнавали, что я путешествую, значит, без денег, они сразу говорили, так, тебя нужно накормить. И даже если они мне что-то уже предложили и я поел, они начинали кормить второй раз. Причем, причем очень часто это было, знаете, как они подъезжали к какому-то придорожному кафе и говорили, пойдем, я тебя накормлю, ты что, когда ты в следующий раз будешь есть? А потом, когда я выходил из машины, мне давали с собой еще что-нибудь, булочки там или какие-то, я говорю, не-не-не, и люди обижались, понимаете, я не мог не есть, потому что люди обижались. В итоге получалась история какая, вот скажем, еду я там часа полтора с одним водителем, вот я поел три раза, вышел, через 15 минут сел в следующую машину, меня опять три раза покормили, еще полтора часа проехали, вышел, я понимаю, что я уже... Я понимаю, что я умру, мне, когда я вначале только вышел пути, мне все вещали, да и потом тоже говорили, ты же с голоду умрешь. И я, да, я в какой-то момент понял, что нет, я умру, нет, голоду от переедания, реально. В итоге, после там трех вот таких пересадок и активных кормешек, я вынужден был просто уходить куда-нибудь с дороги, посидеть, полежать, или идти, знаете, там, спрятавшись со деревьями, чтобы меня никто не подобрал, и чтобы вот это все растрясти, потому что это было невозможно. Реально, во всех странах было одинаково, и везде вот это желание накормить человека, вот именно накормить, оно у всех одинаково, вообще никакой нигде разницы нет. И причем люди обижаются, если ты не ешь, а у них в голове, вот, значит, помню, там, где-то там в Австралии один, он там достал переводчик, и остановил машину, и говорит, я хочу, значит, пообщаться, как это так, и он мне говорит, это нельзя без денег. Тебя же, как ты будешь ехать? Я ему говорю, ну ты же меня везешь. Он такой говорит, ну это я, а другие? Потом такой кормит меня и говорит, ты же с голоду помрешь, кто тебя накормит? Я говорю, ну ты же кормишь. Он такой говорит, это я, а другие? И вот эта вот история по поводу того, что я-то тебе помогаю, а другие-то нет, она вот реально как бы звучала не единожды, то есть это классика такая. Да, мы на самом деле все классные очень такие. Да, и про дружбу, да, хорошо сказал. Так, а, ну вот, в общем так, давайте что-то дальше. Вы сегодня ужинаете Сашу, ребята. Маши вопрос, вы же путешествовали не только летом, правильно? Как с одним спальником зимой? Нет, я путешествовал. Вот смотрите, от того, что ты доверяешь, мы сейчас дойдем до доверия, да, от того, что когда ты открываешься миру и начинаешь находиться в состоянии доверия, то мир начинает сам выстраивать тебе твой комфорт. Когда было лето на каком-то там, в северном полушарии, да, я шел по верху экватора, а потом я ушел вниз по экватору и началось лето внизу. Поэтому у меня самая холодная погода была ночью плюс девять. Ну, я застегивался так с головой в спальник. Спальник был, ну, по-моему, что-то там на ноль, что ли. Сейчас уже не помню. Вот, а это я примерно там эти все, вот тоже вопросы часто задают, сколько там, чего там было. Ну вот, за спиной осталось три океана, 35 морей, 5 континентов, 68 стран, более 500 городов. Я потом, знаете, попытался честно посчитать города, но я понял, что там столько маленьких, что я даже, я столько времени затрачу, чтобы их всех посчитать и записать. И пройдено более 100 тысяч километров, это я попытался посчитать, вот именно не пройдено, где, не только на машинах, а именно еще и вот пешего очень много было. В некоторых странах автостоп был не очень, поэтому приходилось много ходить. Ну, это я вот примерно посчитал. Если взять экватор, он где-то 80 тысяч, здесь где-то более 100 тысяч, да. А вы спросите? Да. А вы сколько с трактами? Вы знаете, не поверите, одни кроссовки пришли в Омск и начали рваться только вот на стыке между подошвой и... Фирма Nike, и они были сделаны индонезийского производства. Причем, знаете, я когда пришел, у меня мама такая забрала эти кроссовки и вся на даче, на чердаке положила, она говорит, послежала, не хочу выкидывать. Я говорю, да они... То есть стерлась вот подошва, стерлась, она была реально, знаете, уже такая вот тоненькая-тоненькая. И вот это вот один кроссовок нормальный был, а вот второй начал рваться, ну, отрываться как бы от подошвы. А как можно вам отпустить? Ну, то есть, чтобы она была спокойной, мне можно рассказать. Ну, с родственниками на самом деле было решено следующим образом. С родственниками, с друзьями, с семьей, все решено было следующим образом. Это научное исследование. Я же не иду просто так поболтаться. Ну, я иду вообще серьезным делом заниматься. Вообще страхи, это же такая вещь. Невозможно. То есть, нет, ну, нет выбора, все. Да, что там? А, ну и вот примерный маршрут продвижения. Я, то есть, вот, вышел из Омска, там прошел Россия, Белоруссия, Польша, Чехия, Австрия, Германия, Швейцария. Италия, Монако, Франция, Испания. В Испании прошел в ходе кругосветки путь Сантьяго. Знает, кто не знает. Это заняло год. Португалия, США, Мексика, Гавайи, Океанин, Новая Зеландия, Австралия, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Китай. Может быть, что-то пропустил. Ну, в общем, вот столько, сколько... Да, ну, столько, сколько влезло вот на страничку. Основные, как бы, такие пункты. Как с родственниками? Созванивались, с друзьями? Связь поддерживали? С родственниками, с друзьями. Значит, когда я отправился в путь, ну, вот про друга, про одного рассказал, про других, друзья, ситуация в Омске была следующая. То есть, я этого не знал, узнал позже, когда вернулся. А друзья стали делать ставки. Они говорили, этот упертый, мы его не будем отговаривать, пусть он идет. Ну, сколько человек может без еды прожить? Ну, месяц. Ну, вернется, короче, через месяц. И они делали ставки. И вот я иду. Там, неделя прошла, не возвращается. Две прошло, месяц. Прошел, второй пошел. И тут они такие уже переключились. Вот с желания сделать ставки, они стали уже с попутчиками. Они уже начинали переживать, когда я долго что-то не выкладывал. Связь была какая? У меня не было телефона. У меня был фотоаппарат с выходом в интернет, если где-то Wi-Fi. И я фотографировал. Ну, например, вот я пришел в какой-то город, я его сфотографировал, я выложил фотографии, чтобы каждому не писать. Я выкладывал фотографии, и мои родственники смотрели. Там, я не знаю, Лос-Анджелес, такое-то число. Ага, замечательно. И вот так вот оно двигалось. А это что за фотоаппарат или какие социальные сети продают? Ну-ка, двинь дальше. По-моему, дальше будет рюкзак. Да. Вот рюкзак. То есть вот рюкзак такой, он даже не вот с этими вот, со всеми застежками. То есть это вообще обычный такой, в школу ходит с таким рюкзаком. У меня был такой рюкзак. Черненький. И в нем лежало. То есть вот на мне была рубашка, а в рюкзаке лежала футболка. Ну или там на мне была футболка, а в рюкзаке лежала рубашка на сменку. Были шорты, штаны спортивные. Вышел я в джинсах, которые у меня порвались на ближайшем грузовом автомобиле. Представляете? Он остановился, а там обочина. Мало того, что он сам высокий, плюс там обочина. И он остановился в кювет. Я когда с машины спрыгивал, получилось, что я рассчитывал прыгнуть на обочину, а улетел в кювет. Я пока летел, у меня штаны вот так вот оторвали. Я такой стою, думаю, ну классно, у меня есть шорты и штаны спортивные. Поэтому джинсы я еще в России, на территории России, там где-то в лесу выбросил, одел это самое. А на мне были вот эти кроссовки, про которые я сказал. В рюкзаке лежали вот тапочки, сланцы. Но на случай, когда было совсем жарко, в них все равно ходить не очень было. Ну так вот. Вот фотоаппарат. Кто спрашивал? Вот это реальный фотоаппарат Samsung Galaxy Galaxy, как он там правильно говорит. Спальник, ну эти вот, всякие там чищущие принадлежности, переходник. Морильный сайт будет? Нет. 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 Организм активизируется во время вот... Здесь получается, работа идет сразу же. Смотрите, мало того, что я занимался исследованием себя, плюс еще мир занимался тренировкой меня. И получается, я тренировал сразу составляющие какие? Тело. Дальше я занимался контролем своего ума. Мне нужно было постоянно понимать, почему не останавливаются машины, почему там что-то появилось, или наоборот, что-то у меня забирается. То есть, постоянно вот это вот разведе сознания, какие мысли я думаю. И эмоциональная составляющая. И вот эти три составляющие, они на самом деле настолько тренируют тебя, что какая болезнь. Болеть нечем. Можно вопрос? Можно вопрос? Как бы женщины отходились? Их не отходились. Мы не слышим, да и вопрос. Вопрос, как бы женщина отходился? Я вам отвечу по правде, но я когда, после того, как я отвечаю, никто не верит. На самом деле, есть две составляющие. Первая, когда ты увлечен своим исследованием, ты реально становишься, знаете, как в анекдоте. Женегарь сказал, что пошел к любовнице, любовница сказала, что пошел к жене, а сам на чердахе работа, работа, работа. Вот реально, когда включается такая составляющая, очень часто забываешь о своих вот этих вот инстинктах. Но если они все-таки возникают, тогда ты начинаешь тренировать вот то, что я сказал, экспресс-метод про страха. Я просто переключаюсь с мыслей на ощущения в теле. Потом закрываюсь в рюкзак и засыпаю быстро. Вы сказали, что путешествие принципиально без денег, да, у вас было? Ну, то есть, если спать в лесу, в кюветах, то это экономия. Это понятно. Стресс, а не экономия. У вас там европейские страны есть, да? То есть, для этого надо, как минимум, шенгенскую визу получить, чтобы туда въехать. Да, да, я понял. Так, вот смотрите. Между странами по океанам и морям, как перемещать. Ага, сейчас. Смотрите, вот все вопросы, что касается виз, и все вопросы, что касается переходов там, границ каких-то. В общем, все ситуации, где необходимо было, были денежные вложения. Я не буду отдельно говорить, просто я обобщу, потому что они решались одинаково. Они решались всегда следующим образом. Первый вариант. Мне в какие-то моменты иногда люди начали давать деньги. Ну, то есть, вот так вот. Человек залазит в карман, достает мелочи и высыпает мне это. Я говорю, не, 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 я деньги это. Без денег путешествую. Потом, а потом я заметил, ну, мне говорят, нет, 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 это подарок, это не деньги, это подарок. Окей, я кладу. А в карман, и через два часа я подхожу к таможне, и мне говорят, в рублях говорю, с вас сто два рубля, тридцать пять копеек. Я залазю в карман, там сто два рубля, тридцать пять копеек. То есть, были ситуации, то есть, первый вариант, как решались, что мне кто-то давал на опережение деньги. То есть, жизнь за меня решала эти ситуации. Второй вариант, мне на опережение встречался какой-то человек, который оказывался сватом, братом, или сам оказывался каким-то таможником. Третий вариант, я приходил на место, и начинал как-то там общаться, ну и там на месте, можно сказать, без языка договаривался, на улыбках. И четвертый вариант, ну самый такой мистический и фантастический, это люди без моей просьбы покупали мне билет, визу оплачивали, брали с собой там самолет, по поводу океана, да, ответил. У вас не было визы изначально? Нет, виза была шенгенская изначально. Да, да, да. Ну это уже в Москве, из Омска когда выходил. В Австралию через почту уже делал. А в Австралию виза? Через, через этот самый, через почту. Австралийская виза сейчас, ее не надо паспорт сдавать. Собирайте бумажки, отправляете. Смотрите, у меня не было зацепки и привязки к странам. Мне было без разницы, дадут мне визу или не дадут. Поэтому иногда, когда я приносил там какие-то бумажки, мне там девушка, принимая документы на визу, она говорит, вам не дадут визу, у вас нету того, того, того. Я говорю, я же там письмо написал, да оно вообще на русском написано. Вот шенгенскую визу как-то. А я приношу документы, говорю, мне визу нужна вот шенгенская. Она мне говорит, а что у вас тут? А я визу делал через Испанию. Я написал письмо, что я хочу пройти путь Сантьяго. Давно мечтал, написал примерный маршрут. Ну, то есть посмотрел там по карте, какие там города встречаются. Написал. И попросил оказать мне содействие в получении визы. Я сдаю, девушка мне говорит, вам не дадут визу. Я говорю, девушка, да неважно, вот вы возьмите. А она говорит, ну, вы имейте в виду, что если что, я не виноват. Я говорю, да, да, хорошо. То есть это вот в Омске делалось еще. Эта виза была изначально в Омске сделана. И все время визы решались, понимаете. А когда мне говорили, там надо 150 бумажек, там какие-то доказательства, брони и прочее. А я говорю, ну, я вот сдам вот так, что есть. А если мне надо, мне дадут. А если не надо, не дадут. Не верится, да? Когда вы сами начнете сталкиваться с такими ситуациями, смотрите, вот здесь включается вот этот вот закон, то, что я говорил, все есть все. Если ты в этом все есть все находишься, вот в этом еще состоянии открытости и доверия, ты говоришь, мир, да, вот я, возьми меня. И потом, понимаете, у меня не было привязки. Вот здесь еще наша, знаете как, мы чего-нибудь хотим? Хочу в Америку. Хочу в Америку. Хочу, куда Америка поместится? Мы держимся за это. Хочу в Америку. Да нет, нету Америки, потому что мы держимся. А мне пофигу. Пустят меня в Америку или нет, дадут мне визу или нет. Попаду я в Америку, значит мне надо в Америку. Не попаду я в Америку, значит не надо. Нету привязки, нету зацепки. Рука открыта, в руку все положат. Чего тебе дано и суждено. Ну, именно из этого так происходило. Вопрос про океан и моря. Про океан и моря, да. Значит, Тихий океан, это который вот там после Америки и вниз туда до Новой Зеландии я плыл на яхтостопом, потому что там много очень островных государств, поэтому там легко было перемещаться. На частных яхтах. Ни разу не плавал на кораблях, только на частных яхтах. А из Португалии в Америку я попал на самолете. Вот это была как раз ситуация, когда человек мне просто купил билет. Без моей просьбы. Как мне объяснили, то есть это был человек, к которому я пришел, он владелец корабля. И как мне потом американцы объяснили, ну представь, это ему тебя вести столько дней на своем корабле, а вдруг ты заболеешь, за тебя отвечать надо, тебя кормить надо. Да ему проще 300 долларов этот билет купить и отдать ей, и сказать давай. И порадоваться, что он отправил человека в Америку. Так, а давайте я вот еще про счастье. Это первое, да? Можно про визы сразу вопрос. Вы визы сделали где в консульстве? В стране? В ближайшей стране, где оказываешься, ищешь консульство и идешь туда. Или, мне кажется, у меня чаще всего в страны-то попадались такие, где у нас на этих, на границе. В ближайшем, ну в ближайшем. Про счастье я говорил, что помните, задача и цель была исследовать счастье. И так по ходу всего своего путешествия я задавал людям вопрос, что такое счастье. И вот как бы я попытался подвести итог того, что я узнал и услышал. И так первое, первый срез. Вот когда я только сначала говорил людям, что такое счастье. Первый раз. Вот так вот просто, сейчас как вам я бы сказал, что такое счастье. Вот сразу на вскидку люди отвечали. Ну это знаешь, наверное, и вот они перечисляли вот это. Это может быть семья, карьера, машина, вкусная еда, друзья, путешествия. И много-много. Во всех странах перечислялось все одно и то же. Разница была только в смене пунктов. Мужчины там чаще на первое место ставили, например, карьеру, машину, а женщины там семью, там здоровье, например. Это был первый срез. То есть люди все говорили, счастье это некие внешние объекты. Листай. Второй срез. Если человеку было интересно общаться, и он готов был дальше, да, отвечать, но чтобы уже отвечать, нам нужно было какой-нибудь этот переводчик доставать. Ну человек доставал телефон и говорил, ладно, хорошо, давай, по счастью поговорим. И мы общались уже там через какой-нибудь гугл транслейт. То при втором срезе, да, представь, я ему говорил, представь, вот у тебя есть все, что ты назвал. Семья там, здоровье, ты, 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 все пункты. Вот тогда, что для тебя счастьем будет? Ну все, уже нечего из них получать. И второй срез получался, что счастье это некое внутреннее состояние, которое человек испытывает, когда имеет, и дальше перечислялось все по первому списку. То есть уже не внешние объекты, а уже все-таки состояние. Но состояние все равно зависящее от внешних объектов. И до третьего среза доходили немногие, самые стойкие, чаще всего это те, кто приглашали к себе там переночевать, или с кем мы какое-то время двигались вместе по пути. А третье, когда мы начинали уже там философски пытаться рассуждать на тему счастья, люди задумывались и говорили, да, слушай, счастье это что-то такое на самом деле сложное, вопрос-то. Это только кажется, что а, а если это действительно не внешнее, и опять же, почему состояние через внешнее, то получался третий срез, а вывод делался такой. А, я понял. Счастье это изначальное состояние, с которым мы сразу рождаемся. Но потом в поисках внешних подтверждений семьи, машины, того-того-того, плюс в детстве всякие там у нас травмы какие-то, когда там происходит воспитание, убеждение, мы забываем про это состояние. А оно на самом деле в нас есть. И оно продолжает в нас присутствовать. И никуда оно не девается. Просто спряталось там. И вот опять возвращаюсь, да, второй заброс про тренинг. Тренинг как раз возник, а что для меня главным было в открытии, одним из открытий в пути, это то, что когда ты находишься вот в этом состоянии, когда ты его вытаскиваешь вот из-под всех этих вот заносов, засоров, пыли, грязи, и когда ты в этом состоянии находишься, то реально все начинает происходить. И смотрите, чаще всего тренинги как у нас позиционируются. Приходите на тренинг как заработать деньги внешне. Приходите на тренинг как создать семью. Приходите на тренинг как быть здоровым и чего там еще богатым уже сказали. А, как выстроить отношения, как получить карьеру, как выстроить бизнес и далее, 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 в общем, все по списку как кушать вкусную еду, как готовить. А, в общем, тренинги... Как построить сельский дом. Как построить сельский дом, да. А, и вот смотрите, я для себя понял, что, собственно говоря, вот это вот, мы можем много ходить и долго по тренингам и учиться навыковым каким-то вещам. но если мы будем оставаться в состоянии не счастья, не ровности, не довольства, то, ну, навыки для некоторых просто останутся навыками. Ну, да, приобрел навык, но что-то не получилось. Вот у него получается заработать деньги, у меня не получается. Поэтому первичность, что нужно сделать, это нужно вернуть вот это состояние счастья. Ну, и не просто вернуть, а научиться его чувствовать себе, научиться его возвращать и научиться им самое главное управлять. Об этом будет тренинг 14 апреля. Да. Аплодисменты, дадим вопрос. А вот там уже человек задает час. Вот вы прошли большой путь, очень красивые изменения внутри, да, то есть, что вы прикручиваете людям, прийти к вам на тренинг или пройти такой же путь и пройти его лично? Какие-то формулы ускоренные, которые вы сразу дадите людям и они все хватит. Встретиться с медведем, прыгнуть с парашюта и на дадите. Хорошо, послышал. Ну, вот как раз следующий сайт, ой, файл, 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 я дальше еще отвечу, но вот как раз мне кажется, файл, 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 да, слайд будет началом ответа на этот вопрос. Нужно начать в своей жизни использовать, то есть, вот я написал, что основной вывод, который я сделал, вот реально, меня иногда просят сказать, вот скажите, ну, в двух словах, там, в одном предложении, вот основной, как бы, вот вывод из всего пути, вот основной вывод из всего пути, что возможно все. Вот я сейчас рассказывал, да, про визы, там еще что-то, вот я прям видел, как кто-то сидит и говорит, нет, это невозможно, да, вот, а на самом деле возможно все, но есть ряд условий, которые ты начинаешь в своей жизни делать, и для этого не обязательно отправляться ни в какое путешествие. А про условия рассказываю. Тоже постепенно открывал для себя в пути, ничего нового, да, тысячу раз про это читал, но пока сам вот не начал все это видеть, как это взаимодействует, когда ты начинаешь наблюдать в пути, как твои мысли, да, как твои эмоции влияют на внешние события, и они взаимосвязаны, мы часто не видим, да, вот этой взаимосвязи. Раз побежали, что-то нам как-то вот сегодня не очень, да, ну и ладно, какое-то настроение, это как настроение, да не очень, ладно, побежали, да, не отследили, как это отразилось на тех ситуациях, которые происходили. А здесь у меня вот эта возможность была, даже невозможность, я сам, да, создал вот этот эксперимент, и мне нужно было это делать. Когда ты видишь, как это взаимосвязано, ты понимаешь, что ты управляешь этим, да, ты куда отправишь свои мысли, там и окажешься, какие эмоции будешь переживать, там и окажешься, насколько твое тело будет энергичное, энергичное, такие действия ты и будешь делать. И поэтому я это проживал уже через себя, да, и вот первое, да, вопрос был, идти в путешествия, идти на тренинг, или что делать. Первое правило, которое я для себя понял, оно звучит так, иди своим путем. Иди своим путем, это, я не знаю, путешествие, это твой путь или нет. Вот однозначно, после вот этой встречи, никто не встает, не собирает рюкзаки, и не идет в кругосветное путешествие, потому что ваш путь будет абсолютно другим. Потому что моя задача была, и под мой запрос был вот этот, то есть, мой эксперимент был. Это было не путешествие, это было как средство, как способ осуществления моего эксперимента. И поэтому у меня так складывалось. Я знаю кучу вариантов, когда людей там не кормят, бросают, там еще что-то происходит. Но когда ты начинаешь, и они мне говорят, ты все, что ты говоришь, это фигня. Я говорю, стоп, давай разберем конкретные ситуации. И когда мы начинаем разбирать ситуацию, то выясняется, первое, человек идет не своим путем. И дальше, он нарушает дальше все законы. Поэтому первый вопрос, который каждый себе задает, например, отправиться мне в путешествие или нет, вы себя спрашиваете, это мой путь. Вот если здесь, ну я вот себя определяю здесь, если у меня здесь тепло становится, я понимаю, да, это мое действие. Мне нужно идти на тренинг. Тепло? Да, я иду на тренинг. И любую ситуацию я потом в пути так решал. Я иду? Да? Да. Тепло, пошел. Не тепло? Ну ладно, значит, сюда пошел, все равно пошел куда-нибудь. Дальше. Второе, вот это вот доверять миру и быть открытым. Это на уровне принятия, знаете, я в какой-то момент, где-то с половины пути, усилил себе еще вот эти вот условия, которые изначально было. Я стал садиться в любую машину, которая останавливалась. То есть я не спрашивал, куда они едут, в моем направлении, в моем. Я иногда уезжал в обратную сторону. Но я понял, что как-то надо тренировать вот это вот доверие. И доверие, вот когда ты реально начинаешь доверять, не так, так все, я доверяю. Блин, что они тут все на меня смотрят? Ой, какой-то водитель остановился. Нет, когда просто доверяю, да, вот этот водитель, да, вот он остановился, да, все, я сажусь, я поехал. То происходили как раз вещи, которые не могли бы произойти, если бы я оставался в своей логике, да, то есть мне нужно пройти, скажем, из пункта А в пункт Б. Вот А, вот Б. Как я иду? Я вот так иду, да, и вдруг подходит машина и уезжает вот туда. Нелогично, не доверяю. Я буду уперто идти, вот так прямо попадать во все ямы, стучаться лбом там обо все стены, но я буду в своей вот этой логике. Вот оно, недоверие. У меня было так, я иногда садился в машину, она уезжала в другую сторону. Там я, там меня кормили, кормили, поили, знакомили со всеми родственниками, потом показывали все окрестности, там все пещеры, все какие-то достопримечательности местные, а потом к ним приезжал в гости их родственник, который говорил, о, классно, я тоже хочу с тобой пообщаться. И выяснялось, что он едет в попутном мне направлении, тысячу километров, и то есть вот этот вот крюк давал возможность мне новых знакомств и компенсировал мне вот эту вот дорогу вот таким образом. И это было много раз, и было иногда вообще нелогично. Даже вот доверие еще проявляться должно, когда что-то негативное идет. Ну, условно, там ты спотыкаешься, и раз, и ай, спотнулся ногу, подвернул, ты там ковыляешь до какого-то, а это я сейчас абстрактную, как я говорю, ситуацию. Ты приходишь в пункт медицинский, думаешь, вот все так плохо, теперь я не смогу ходить, теперь столько время потерять, вот оно недоверие. Нет, я прихожу в этот пункт, встречаю там кого-то, который чего-то, и ты-ты-ты-ты, и в общем, мне открываются какие-то там еще возможности. Вот, и миру всегда...